Всем привет! В эфире канал Ля Подкаст. Меня зовут Антонина, я фаундер диджитал агентства Креативный Кластер. На этом канале мы с вами говорим про маркетинг, разные крутые фишки в контенте для личных, для коммерческих брендов и смотрим классный подкаст. И скоро будет новый, так что обязательно подписывайтесь. На нашем агентстве мы много работаем с брендами одежды, брендами белья, естественно, российскими, отечественными. И сегодня я хочу обсудить с вами четыре главных ошибки, которые допускают бренды, их СММщики, маркетологи, владельцы. В общем, четыре вещи, на которые стоит обратить внимание брендам одежды, если вы продаете в розницу, в социальных сетях, в том числе в Инстаграм, в Телеграм, в общем-то везде. Ошибки универсальные. Итак, первая ошибка, которую допускают 80, если не больше, процентов вообще всех российских брендов, это то, что вы продолжаете просто снимать красивый контент. То есть просто красивых девушек, моделей, какие-то красивые проходки, все эти томные взгляды или сексуальные взгляды из-под лобья в белье, в какой-то одежде этого характера. И это то, что, конечно, отчасти чуть-чуть нужно делать вот эти каталожные съемки, то есть просто красивые фотографии, но на самом деле, если вы хотите выделиться и сильно поднять свои продажи, такая тема уже не продает. Потому что, ну, красивые фоточки в красивой одежде может сделать каждый, что, в принципе, каждый и делает. Если вы немножко следите за трендами, следите за конкурентами в вашей нише, уже некоторые не будут здесь называть конкретные компании. Но обязательно расскажу тем, кто придет к нам делать стратегии с нами, какие компании уже классно это используют и за счет этого продают. Можно свои сами знаете, где помимо просто красивых фотографий, в каждую фотографию вложена уже некая история. Это, во-первых, и видеоконтент в какой-то истории, и фотоконтент, где мы не просто видим красивую девушку в красивой там комнате или на красивой улице, а где мы даже по одной фотографии понимаем какой-то определенный сюжет, определенную эмоцию. И как раз то, что мы делаем с нашими брендами, когда достаем все ценности и смыслы, мы очень четко разбираем, а какой это должен быть сюжет, потому что просто сюжет, где я там красиво иду с красивым мужчиной в красивом платье, это не интересный сюжет. И это сюжет, который подходит далеко не всем брендам. То есть так-то, в принципе, сняться и сделать может каждый, а вот продаст ли это вас, продаст ли это ценности фаундера, ценности бренда, это очень большой вопрос. И чем четче вы поймете вот этот контекст действий вашего потенциального клиента, то есть контекст жизни той девушки, а в каких ситуациях, в каких особенных ситуациях она должна выбрать именно ваш бренд, и как вот в этом контексте, в этих ситуациях именно ваш бренд должен повлиять на эмоциональное состояние вашего потенциального клиента, потому что мы же продаем все равно не только просто там красивую рубашку, красивую одежду, мы продаем некое эмоциональное состояние, точнее его изменение, то есть вот этот переход из точки А в точку Б в эмоциональное состояние клиента, который он получает через вашу одежду или ваше нижнее белье, неважно, это домашнее, недомашнее, там любая одежда, она все равно про это. И чем четче вы сможете вот эту историю, вот этот контекст сложить в ваш контент, тем больше, естественно, это позитивно повлияет на ваши охваты, на подписчиков, на покупки, на то, что люди смогут ассоциировать ваш бренд со своей жизнью, а не просто думать, что ну вот красивая модель, а я вот, ну там, не знаю, вообще подойдет мне это, не подойдет, а надо мне это или не надо, то есть вы вот этими историями уберете у людей огромный плац сомнений. Вторая просто кринж-ошибка, которую почему-то продолжаем делать многие, это копировать тренды и пытаться заходить в юмор. Тренды и юмор, это, конечно, все с этим хорошо, и есть те бренды, которым это действительно подходит. Но, во-первых, огромный вопрос сегмента, в каком все-таки вы хотите продавать в сегменте, потому что там шуточки про бывших, про сек и вот это все, это не в каждый сегмент абсолютно подходит, то есть если у вас уже сегмент middle-up или премиум, то к трендам и юмору нужно как бы относиться немножко критически и понимать, а действительно ли стоит ставить енота, как там поется, Педро, Педро, вот это вот, стоит ли вам вот этого Педро ставить свой контент, потому что, может быть, Педро нам как бы не нужен, если у вас там определенная категория ваших покупательниц, определенный сегмент более высокий, чем там, не знаю, платье по две, по три тысячи, там по пять максимум, то здесь уже стоит задуматься и не снимать бездумно все тренды и все, что где-то как-то залетает, и какие-то цепляющие фразы, это тоже возвращаясь к теме того, что люди, глядя на ваш контент, и те люди, которые вы рассчитываете, что вот они у вас купят, если вы снимете ролик на большой охват, и дай бог он залетит на всех, так вот он залетит не на тех, просто большие охваты на самом деле абсолютно ничего не решают, и контент может быть даже меньшего охвата, но более целевой сделает вам больше продаж, это не секрет. Третья ошибка, которую тоже все допускают, это вот туда же, ко всем этим роликам, это бесконечный эксперимент. Ну, во-первых, я понимаю, что во многом это происходит, из-за того, что у брендов часто меняются СММщики, особенно у таких небольших брендов часто меняется команда, заходит новый СММщик и говорит, а давайте сделаем вот это. Так вот, уважаемые владельцы брендов, во-первых, критическое мышление, обоснованность, а почему, точно ли вот это нужно для вашего бренда, то есть то, что так кто-то сделал, у кого-то получилось, это вообще ни на что не влияет, потому что в бренде одежды столько должно быть ценностей и смысла, все же хотят там, да, расти, расти в цене, чтобы вас узнавали, чтобы вот вы там были, как, я не знаю, как-нибудь Monochrome, 12 Stories и туда еще дальше, выше и больше. Так вот, это все абсолютно всегда история про ценности, а не про какую-то идею, что вот сейчас у нас такие ролики начнут залетать или вот такие рубрики, давайте вот это потестируем, то есть вот это отсутствие предсказуемости. Есть, кстати, отдельное видео про фишку с предсказуемостью, почему ваш контент должен быть предсказуемый, поэтому каждый раз, каждый месяц что-то тестировать, пробовать вот это, вот это, вот это, это не есть хорошо. Есть хорошо это сделать стратегию и понимать, что вот это вам точно не подходит, а вот здесь вот есть какой-то пласт возможных гипотез, которые все равно плюс-минус где-то похожи, они не супер там разные, все равно они имеют что-то такое общее по вашему ценностиному смыслу, вы вот в рамках этих гипотез тестируете, а вот там такое, вы точно знаете, что это не для вас, потому что отсутствие предсказуемости и то, что тут у вас томные взгляды красивой женщины, а здесь у вас енот, а потом у вас там дальше еще какой-то юмор, какой-то тренд и переодевашки, вот эта разношерстность контента, она как раз не дает людям вас понять и стать к вам лояльными, потому что вы, ну вы кто? Ну типа вы томные или вы смешные, или вы вообще такие? И это важная, каковы уж по счету, у нас третья ошибка, которую очень многие бренды российские допускают, к сожалению, до сих пор. И четвертая ошибка, болючая, вот я тут вам рассказываю, ценности смысла, ценности смысла, но на самом деле я понимаю, и это нормально, что не все понимают, а что такое вообще ценности? Кто-то мне говорит, там вот наше УТП, это то, что у нас какие-то супер классные ткани, и мы шьемся в Москве. Вот если честно, пофигу, вот где вы шьетесь там, какие у вас ткани, то есть все, большинство, давайте так, рациональных вот этих вещей, что у нас там классные ткани, у нас хорошие эскизы, у нас качественный пошив, вы видели, чтобы хоть где-то кто-то написал, ну кроме там футболок по 300 рублей на ваннбереж, что у нас как бы ткани, ну так себе, пошив средненький, ну как бы за 300 рублей можно и взять. То есть те бренды, которые все-таки стремятся там продавать хорошо, красиво, развивать свою узнаваемость, как-то выходить в лидирующие позиции и в своих нишах, никто не скажет, что вот у нас там какой-то пошив не такой, какие-то ткани не такие, что-то у нас там не самое качественное, не самое лучшее, и все вот эти очевидные рациональные ценности, то есть они получаются неконкурентно способными. Даже если у вас ткань, там какая-нибудь вискоза гораздо круче, чем вискоза у вашего соседнего конкурента, но потребителю пофигу больше его части, у кого там какая вискоза на сколько процентов или что там какой хлопок, что у вас где круче, именно по рациональным показателям. Потому что все ценности и смыслы, возвращаясь к началу этого видео, они как раз лежат в той плоскости, где конкретно какой аудитории, какое эмоциональное состояние, каким образом вы меняете ваши одежды и для кого вы вообще в принципе, для каких женщин, для суперспонтанных, решительных, твердых, или вы, может быть, вообще для семейных, любящих там уют и заботу о себе, и вот у вас все такое нежное. И целевая аудитория, это я уже заебу на пятую ошибку, но это уже ошибка не в контенте, поэтому бонусом. Целевая аудитория – это не просто там возраст, заработок, куда они ходят, что любят. Нет, это как раз определенный жизненный контекст и определенные вот эти эмоциональные состояния, в которых чаще всего существуют ваши сегменты потенциальных клиентов. Вот когда вы начнете продавать не через ценности, что у нас там ткань лучше, легало лучше, что-то еще, а через смыслы, которые лежат вот на этом уровне эмоций и психических изменений, вот тогда будет просто пушка. На этом завершаю разбор четырех основных ошибок брендов одежды. Если вы хотите получить мини-разбор, отбрифоваться с нами и узнать вообще, что, как вам лучше сделать, какие ценности и смыслы вытаскивать, мы сделали классного, удобного бота с моей командой креативного кластера, он есть в описании. Вставляйте заявку, мы с вами свяжемся, посмотрим ваши аккаунты, дадим вам обратную связь и предложим какие-то форматы взаимодействия с нами. Всем продаж, подписчиков, охватов и счастья!